Коровы и танки. Такое соседство для израильских бурёнок – обычное дело. Здесь на голландских высотах у границы с Сирией – самые лучшие пастбища. Местные пастухи пригоняют сюда свои стада в течение многих десятилетий. В 1967 году Израиль захватил голландские высоты, находившиеся под контролем Сирии. С тех пор эта территория считается спорной. На израильской стороне остались старые минные поля, установленные сирийцами. Пять лет назад подразделения Цахал также начали устанавливать минные заграждения. Место выпаса коров пастухи каждый раз обговаривают с израильскими военными. «Я пасу здесь коров с 12 лет. Сейчас мне 53. Думаю, так будет и дальше». На голландских высотах живут около ста пастухов. Нередко они сталкиваются с опасностями. Бывают случаи, когда коровы заходят на минные поля. Как-то раз стадо даже попало под миномётный обстрел со стороны исламистской группировки. «Сначала я думал, что это пожар, и крикнул. Кто-то поджёг поле. Потом я увидел миномёты. Я звал на помощь, чтобы потушить огонь. Я тушил пламя. Вдруг над головой засвистело, и бомба упала в трёхстах метрах от меня. Но я продолжал тушить. Не ушёл». Пастухам также приходится бороться с пожарами, вспыхивающими во время военных учений, либо из-за неосторожности туристов. Впрочем, израильские ковбои не намерены отказываться от своего образа жизни. «Все разводят скот, чтобы заработать на жизнь. Наши места не отличаются от других. Разница лишь в том, что мы находимся на голландских высотах в Израиле». Голландские высоты принадлежали Сирии с 1944 по 1967 годы, пока не были оккупированы Израилем в ходе шестидневной войны. При этом израильтяне считают, что спорная территория принадлежит им и ранее была передана сирийцам незаконно.